Уважаемые, я вам приглашаю, я вам приглашаю, я вам приглашаю, я вам приглашаю, я вам приглашаю. Как провожают самолеты? Совсем не так, как поезда. Особенно, когда в рядах провожающих люди в форме. Из 90 пассажиров рейса Благовещенск-Москва, 10 в базе судебных приставов значатся как должники. Их приглашают подойти на проверку. И часто выясняется, это не должники, а их однофамильцы. Без проверки установить это невозможно. В списках аэропорта только имя и фамилия, без отчества и даты рождения. Некоторые идут к приставам без приглашения. Сами хотят проверить свою долговую историю. Мы увидели баннер, что здесь находится, и сказали подойти к приставу. Все подошли и узнали. Но выяснилось, что нет долгов. Тем, кто все-таки задолжал, преградить путь в небо не могут. Ведь это передвижение по стране, а не за границу. А вот имущество должника могут арестовать. Об этом рассказывает юрист Дальневосточной генерирующей компании. Он участвует в акции вместе с приставами. С начала года благовещенцы задолжали ДГК за тепло больше 15 миллионов рублей. Должник может погасить задолженность на месте при наличии денежных средств. Также пристав может наложить арест на имущество должника. То есть сотовый телефон, изделия желтого цвета. Провести различные иные мероприятия. Стоянка у аэровокзала – еще одно поле деятельности для приставов. С помощью специального оборудования они сканируют номера автомобилей. И для кого-то такая проверка может закончиться арестом авто. База полностью по Мурской области. То есть не только по городу благовещенцев. С Архары человек, допустим, приехал. У нас в компьютере все фиксируется. Мы непосредственно уже начинаем работать с самим должником. К дорогим машинам, да еще с красивыми номерами, у журналистов повышенное внимание. Этот ленд-крузер оказался чистым. Зато соседняя Тойота Тундра засветилась в базе должников. Вот мы его наводим на номер. Видите, окошко выскакивает? Это должник. Обнаружено ТС. А какая сумма? Сейчас посмотрим. 300 рублей в дом. Ну, штраф ГИБДД. Я так понимаю, арестовывать машину сейчас не будем? Ну, да, за 300 рублей, сами понимаете. Ну, понимаете, тут всеразмерность. То есть, за даже 5 тысяч автомобиль стоимостью больше миллиона мы не можем арестовывать, понимаете. Есть долг или нет, по виду авто понять это невозможно, говорят опытные приставы. Бывали случаи, когда владельцы «Жигулей» имели миллионные долги. Вот и в этот день при проверке номера обычного автомобиля такси оказалось долг его владельца около 400 тысяч. Но когда это выяснилось, машина уже уехала. Следующую акцию под названием «Узнай о своих долгах» судебные приставы планируют провести в ближайшем будущем. И советуют, задолженности лучше не иметь. Ведь долг платежом красен. Анна Краснобаева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.